Меня зовут Мария Нинашева, я специалист в области документооборота, электронного документооборота, электронно-цифровых подписей и оперконтура программах УТЭФ, ЕРПИ. И сегодня мы с вами будем разговаривать про электронный документооборот, про электронно-цифровые подписи. Сегодня вебинар у нас будет по большей части, наверное, все-таки теоретический, так как вопросы объемные и вопросы настройки мы будем затрагивать сегодня в меньшей степени, больше теоретические вопросы обсуждать. Как будет построен наш вебинар? Изначально тайминг у нас один час, сначала мы пройдемся по основной программе, которая у нас предусмотрена, далее мы уже будем те вопросы, которые у вас появились, вы можете их сразу в чат писать, а потом мы уже все вместе сразу просмотрим и постараюсь ответить на все вопросы. Если у нас останутся вопросы, на которые мы не сможем ответить, вполне возможно какие-то объемные вопросы, либо там связанные с другими системами, это мы уже будем рассматривать, возможно, там в следующих вебинарах. То есть в любом случае все, что у вас появляется, какие вопросы, вы их пишите. Независимо от того, рассмотрим мы их сегодня или нет, мы их себе на заметку все равно возьмем и обязательно их раскроем. Далее мы общаемся в чате, то есть голосом разговариваю я, в чате можете писать вопросики. Наши контакты тоже будут в конце, запись вебинара ведется, то есть она тоже будет направлена, вы сможете ее просмотреть. Я думаю, что про запись вебинара еще не один раз вопрос возникнет. Так, про организационные моменты, наверное, я сказала, я думаю, что уже все, кто хотел основной объем людей подключились. Поэтому переходим к основной части, вопросы, которые мы будем сегодня рассматривать. То есть это план сегодняшнего нашего вебинара, это понятие и виды электронно-цифровых подписей, это понятие самого электронного документа оборота, что это такое, как это работает. Далее мы рассмотрим инструменты, которые необходимы для того, чтобы сам функционал ИДО использовать. Что для этого необходимо обеспечить. Ну и посмотрим, конечно же, как этот функционал реализован в программных продуктах 1С. Какой функционал предлагает нам программные продукты 1С. Переходим к первому вопросу, что такое электронная цифровая подпись. Здесь приведено понятие электронной подписи, которая у нас прописана в законе. То есть это официальное понятие, юридическое, которое у нас есть. Это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме. Или иным образом связанная с таковой информацией. И она используется для определения лица, подписывающего информацию. Ну, на мой взгляд, слегка перегруженное определение. Очень много слова и информации. Очень сложно себе представить, что же это такое. Так что такое электронная подпись? Электронная подпись – это инструмент, с помощью которого мы фиксируем документ. То есть мы заверяем то, что мы его подтверждаем, подтверждаем, что он есть в такой форме, который сейчас. То есть фиксируем его состояние. И подпись, она равноценна рукописной подписи. Что позволяет нам делать электронная подпись? Электронная подпись позволяет нам, не преодолевая расстояния большие, то есть экономия ресурсов, подтверждать документы, подтверждать информацию. При этом с понятием самой электронной подписи мы сталкиваемся в совершенно разных контекстах. Не всегда понятно, что это такое, как это выглядит, вот эта вот электронная подпись. Когда мы приходим на почту получать какую-то посылку, нам говорят, а у вас есть наша цифровая подпись? Причем мы не получали никаких токенов, никуда там не ходили, ни в какие удостоверяющие центры. И при этом говорится о электронной подписи. И в то же время, когда мы, допустим, компания участвует на электронной торговой площадке, торгах, либо сдает отчетность, опять же, это, опять же, электронная цифровая подпись. Но при этом ее получение, процесс ее получения совершенно иной, совершенно иные правила предоставления документов для этой цифровой подписи. Опять же, когда компания сталкивается, допустим, с ЕГАИСом, с Меркурием, с маркировкой, опять же, появляются новые требования. Вот у нас были случаи, когда обращается представитель компании к нам, клиента, и говорит, ну что это такое? Я вот пятый раз там настраиваю, пятую подпись я уже покупаю. Я не понимаю, мне кажется, что меня обманывают. Зачем мне пять одинаковых подписей? Вот на самом деле подписи отличаются в зависимости от того, где их используют, для чего их используют. Они отличаются своей сложностью, своей функциональностью. Поэтому вот изначально, перед тем, как приобретать, перед тем, как начинать пользоваться электронной подписью, нужно понимать, что это за подпись, для чего она нужна, ее границы использования. И самое главное, что важно понимать, это ответственность за наличие такой цифровой подписи у вас, электронной подписи у вас. То есть что будет, если ее потерять? Что будет, если она попадет в чужие руки? Вероятно ли такое, что подпись будет выпущена, и вы об этом не узнаете? Вот эти моменты очень важно предусмотреть, узнать. Итак, вернемся тогда к классификации электронных подписей, какие они, собственно, бывают. Изначально на первом уровне подписи делятся на простую подпись и усиленную подпись. Что такое простая подпись? Простая подпись – это как раз тот пример на почте, когда вам приходит смс, вы ее сообщаете и получаете посылку. То есть создается она без средств криптографии и используется, ну, как логин, пароль, либо как смс. Вот это как раз-таки является простой электронной подписью. Она достаточно широко применяется там, где вы вводите логин, и там, где идет авторизация по смс. Вторая ветка – это усиленная подпись. Усиленная подпись, она уже создается с помощью криптопровайдера, средств криптографии, и она уже несет на себе большую нагрузку, большую ответственность. В свою очередь усиленная подпись делится на усиленную квалифицированную подпись и усиленную неквалифицированную подпись. Чем они отличаются? А еще забыла сказать, что простая подпись, она действует только в конкретном случае. Возвращаясь я к простой подписью, немножко вас могу запутать, акцентирую. Это простая подпись. Вот простая подпись, она действует только в конкретном контексте, то есть для определенной задачи, и это регламентировано, либо законодательно как-то регламентировано, либо в соглашении регламентировано, где именно, в какой форме применяется простая подпись, для каких операций. Так, с простой подписью закончили, переходим обратно к усиленной. Усиленная подпись, она, получается, у нас создается с помощью средств криптографии, и она делится у нас на усиленную квалифицированную подпись и на усиленную неквалифицированную подпись. Усиленная квалифицированная подпись – это та подпись, которая, ну, наверное, знакома всем практически. Напишите в чат слово «знаю», если знаете, что такое усиленная квалифицированная подпись, или встречались где-то с ней. Может, даже у кого-то есть квалифицированная подпись. Угу. Знаю. Угу. 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 Отлично. Угу. Ну, большой выход, первый такой глобальный выход на рынок квалифицированных подписей произошел, когда все компании в обязательном порядке пришли на сдачу электронной отчетности. Ну, помимо, за исключением там некоторых категорий организаций, все стали сдавать отчетность именно только электронно. Вот именно электронная отчетность, она подразумевает выпуск именно усиленной квалифицированной подписи. Получить ее можно только, ну, на данный момент в ФНС, либо в организациях, уполномоченных органами ФМС для выпуска этих подписей. Вот. Это подписи как раз-таки для сдачи отчетности. Эти подписи используются для электронного документа оборота. Эти подписи используются для участия на электронных торговых площадках в большинстве случаев. Ну, а также в ЕГАИСе такие подписи используются. То есть в большинстве случаев используются именно такие подписи усиленные, квалифицированные. Они действуют так же, как рукописная подпись. Наверное, максимально широко их применение сейчас именно в юридической части для юридических лиц. В текущем году разделили понятие, вот как было раньше. Раньше была одна цифровая подпись. Не знаю, помните, скорее всего, если сталкивались с отчетностью. Раньше подпись выпускалась так. Бухгалтер присылает сканы паспорта директора, там выпускается цифровая подпись, сертификат приходит, и бухгалтер спокойно сдает отчетность с помощью сертификата подписи директора. Бывает, там, бухгалтера нет, какой-нибудь помощник бухгалтера сдает отчетность. И опять получается, что в руках человека, особо-то и не несущего прямую ответственность именно за подпись, оказывается вот эта усиленная квалифицированная подпись. Формат самой подписи, то есть сам ключ подписи, он, ну, неважно в чьих руках, ему все равно, кто нажимает кнопку. И если вдруг он окажется в руках человека, который недобросовестные какие-то действия может произвести, то это проблема того, на кого выпущена подпись. И я помню времена, когда подпись находилась там у бухгалтера, у замбухгалтера, там чуть ли не у менеджеров, чуть ли не у каждого сотрудника организации могла находиться, и даже сам директор понятия не имел, какая у него подпись, с какими сроками и вообще, что с ней происходит, где она находится. Вот, хотя вот эта подпись, она полностью изменяет собственноручную, то есть сейчас разделили, есть подпись, которая выпускается именно для руководителя организации по большей части, то есть это та подпись, которая выпускается для лица, имеющего полномочия осуществлять действия от лица организации без доверенности. И отдельно есть подпись, которая для всех остальных лиц, то есть тех, кто может осуществлять действия со стороны организации по доверенности. То есть это две разные категории подписи сейчас, это следует вот, ну такая частность, но если вы вдруг получаете, как и ранее, и директор выпускает на себя подпись, отдает ее бухгалтеру, и бухгалтер сдает отчетность, то вот в этот момент нужно углубиться. Так, это было про усиленную, квалифицированную подпись. Если вопросы какие-то есть, вы их в чате обозначаете, но если это вписывается в контекст того, о чем я рассказываю, то я упомяну об этом сразу. Если это какой-то отдельный вопрос, то, соответственно, мы в конце это рассмотрим. Вот я просто вижу, что пока вопросиков в чате нет. Если нужно, то пишите. Так, тогда переходим к усиленной, не квалифицированной подписи. Что это такое? И попробуем привести пример усиленной, не квалифицированной подписи. Чем она отличается? Усиленная, не квалифицированная подпись, она также создается при помощи средств криптографии. И отличие ее в том, что она используется только в каком-то определенном контексте для определенных каких-то задач. И должно быть основание для ее использования, то есть рамки описаны где-то, то есть это либо законодательно, либо соглашение, в соглашении прописано. Ну, приведу пример такой подписи. Ну, например, вот я 3НДФЛ давала через личный кабинет, декларацию недавно, кабинет налогоплательщика. И вот именно эта декларация подается с использованием вот такой подписи. То есть она генерируется в личном кабинете с помощью средств криптографии. Но у нее есть четко определенная задача у этой подписи именно для передачи вот этих вот, ну, определенных видов документов. Это усиленная, не квалифицированная подпись. Так, ну, я думаю, что переходим. Тут даже определения у меня приведены, я про них совсем забыла. Ну, рассказала вкусно. Еще раз скажу про юридическую силу электронных документов. И сделаю упор на том, что за свой сертификат электронной подписи ответственны именно вы. Неважно, каким образом, в чьи руки попала эта подпись, очень сложно потом доказать, каким образом, куда она ушла. Да, самое главное, что вы, как владелец подписи, несете за нее полную ответственность. Если кто-то в организации подписал электронной подписью директора какой-то очень невыгодный контракт, либо акт выполненных работ на большую сумму, которые на самом деле не были выполнены, юридические последствия за этим обязательно последуют. Поэтому следует очень серьезно к этому моменту относиться, не пренебрегать, как часто это было ранее, пока не началась волна всяких разных событий, связанных с подписями. Ее нужно четко определить свою политику безопасности и очень бережно хранить свою цифровую подпись. Так, проверю. У нас сейчас перелистываются слайды. Что сейчас в заголовке слайда написано? Что такое электронный документ и электронный документооборот? Мы переходим плавно от понятия электронной цифровой подписи к электронному документу. То есть у нас есть цифровая подпись, мы можем ее подписать так же, как собственноручно, и мы, соответственно, подписываем электронный документ. Для чего у нас подписываются вообще электронные документы? Документы бывают разные, то есть это бывают рекоментированные какие-то документы, которые мы для учета используем, это бывают договоры, это бывают... Некоторые отправляют прайс-листы, запрашивают коммерческие предложения. Ну, когда, допустим, там какая-то тендерная процедура внутренняя идет, то запрашивают завизированные документы и оригиналы бывают. Вот как раз-таки для передачи этих документов обычно требуется долго времени, что-то, когда неправильно оформили, это отвезти обратно, привезти. То есть вот эти все курьерские затраты и финансовые, и временные, они, конечно, очень хорошо решаются с помощью электронного документа оборота. На слайде у нас приведено официальное определение электронного документа. Я его зачитывать не буду, оно у нас приведено законодательно. В реальном законе можно его держать там перед глазами, видеть это определение. Электронные документы, вот как я говорила, бывают разные. То есть это есть регламентированные документы. Это, например, акты, ПДшки, которые мы отправляем, это регламентированные документы. То есть информация в них содержится, вот форма информации, которую мы передаем, она четко регламентирована, и поэтому у нас есть возможность получить из документа определенный набор реквизитов. Ну, как это делается, например, при передаче закрывающих документов. Вы можете, используя различные средства, неважно, какого вы услуги, какого оператора используете, вы можете из этого документа получить реквизиты. То есть название контрагента, суммы, даты, все данные, там есть табличные части, и сами реквизиты вы можете получить и встроить в свою учетную систему. Это у нас происходит с регламентированными документами. Отдельная тема – это электронный документ, документоборот, нерекламентированными документами. Нерекламентированные документы – это договоры, прайсы, счета, коммерческие предложения, все, что угодно, хоть фотографию можно отправить, собственную, там, все, что угодно, и на ней запечатлеть свою электронно-цифровую подпись. Чем отличается этот вид документа? Если это произвольно нерекламентированный документ, вот в этой части мы не можем взять с такого документа на 100% достоверно какие-то данные. То есть, конечно, есть там средства, считывающие текст, распознающие, но это не 100% передача точной информации, это к тому, что когда вы планируете автоматизировать, допустим, документоборот электронный внедрить по договорной деятельности какой-то, вот это нужно учитывать, потому что договорная деятельность, договоры вы не сможете распознать и в свою систему встроить. Все равно здесь будет ручная обработка, и степень автоматизации документоборота здесь будет ниже. Это стоит учитывать. Итак, мы приняли решение, что мы будем все-таки использовать электронный документоборот, поняли, какой мы будем полноценный, сразу рекламентированный, весь документоборот они рекламентированы вести. Что нужно сделать? Рекомендуется прописать в учетной политике организации то, что вы планируете использовать, будете использовать электронный документоборот. Чтобы у вас этот факт был зафиксирован. Также следует зафиксировать, какую подпись вы будете использовать, какой сервис вы будете использовать, чтобы у вас это все тоже было оформлено и находилось в распоряжении вашей организации. И описать максимально то, как это все будет происходить, у кого подписи, у кого они в распоряжении, в каком формате там заверяются документы. Это все лучше описать, расписать. Но обычно, когда вы входите в проект автоматизации по документобороту, в частности электронному документобороту, то это частично описываются процессы, когда обследуется ваша деятельность и прописывается, кто чего и как заверяет, кто подписывает, кто должен иметь полномочия на подписание, кому необходимо выпустить цифровую подпись и какую именно цифровую подпись, а кто, возможно, будет только визировать внутренние документы там и отправлять на следующий этап согласования. Вот это все обычно прописывается заранее, то есть вы определяете, как у вас эти процессы будут происходить, и уже их описываете в своих документах, как это все будет выглядеть. Обычно делается, конечно, иначе. Чаще всего ранее, по крайней мере, делается. Просто выпускают подпись, а потом уже начинают работать. И потом начинается, кто чего писал, кто чего утвердил, и это становится непонятно. Свойства электронного документа оборота. Здесь приведены как раз-таки стандартные свойства электронного документа оборота, которые для него характерны. Это аутентичность, достоверность, целостность и пригодность для использования. Не буду на нем останавливаться, потому что мы их практически все уже проговорили по ходу вебинара. Так, формализованные, неформализованные, я тоже уже забежала вперед и рассказала. Итак, мы прописали, мы сначала изучили все процессы, поняли, кому какие цифровые подписи нужно дать, каким образом настроить передачу, там, согласование документов, отправку документов, перечень документов, которые мы будем подписывать, а какие мы будем подписывать все-таки бумажно. Далее нам нужно понять, как нам обеспечить работоспособность нашего функционала по электронному документу оборота. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужно обеспечить действующую ЭЦП, действующие ЭЦП для тех, кто... Так, проформализованные, неформализованные, тогда в конце еще раз мы поговорим, я думаю, что у нас время останется. Действующие ЭЦП. То есть нам, вот на этапе, когда мы изучали свои процессы и понимали, кто у нас будет подписывать, кому нужно эту ЭЦП предоставить, и в каком формате, какой уровень доступа, маршруты. Мы понимаем, что нам, например, на пятерых пользователей нужно определенного уровня предоставить электронные цифровые подписи. Вот нам нужно определиться, что это за цифровые подписи, то есть быть выпущены каким-то удостоверяющим центром, обеспечить их своевременный выпуск, обеспечить все документы, которые нужны для выпуска этих цифровых подписей, чтобы они действовали и проходили все проверки. То есть если это лица, действующие по доверенностям, то доверенности должны быть актуальны для того, чтобы выпустить подписи. Далее, что нужно? Нужно. Нужно криптопровайдер, то есть это та программа, которая шифрует и расшифровывает информацию для того, чтобы ваша подпись была читабельна, чтобы ее изначально сгенерить, и чтобы она была читабельна на ваших устройствах. Выбор криптопровайдера – это достаточно важная процедура. Очень частая ошибка, как ни странно, что устанавливают несколько, обычно их вот два стандартных криптопровайдера – это Криптопро и Випнет. И часто бывает, что устанавливают и тот, и тот, они между собой конфликтуют, и пользователь не понимает, почему же ничего не работает. Начинает удалять, не полностью удаляет одну программу, пытается установить другое, и вот из-за этого впечатление возникает, что ничего вообще не работает, и до плохо работает. Поэтому очень важно подойти к вопросу серьезно по установке, настройке криптопровайдера, проверить, как все работает, и чтобы у всех пользователей он работал. То есть есть разные варианты, вплоть до того, что есть лицензии, которые встраиваются именно в сам сертификат подписи. Ну, это вот в 1С отчетности есть такой вариант 1С подписи. Так, далее необходимо, ну, вот я прям не выделяла здесь отдельно. Нужно понять, с помощью какого сервиса вы будете использовать. То есть вот настройка профиля, она происходит в каком-то сервисе. То есть вот как есть у вас профиль, допустим, в соцсети, в Одноклассниках. Сейчас актуально Одноклассники и Контакты больше, наверное, чем Facebook и Instagram. Ну, сама суть такая, что есть определенный профиль, и нужно выбрать, где его создать. Вот как только вы определились с инструментом, то есть в каком сервисе вы работаете с электронным документооборотом, в самом 1С внутри вы работаете, либо с какой-то сторонней программой, вы уже погружаетесь в функционал этой программы и начинаете настройку. Важно учесть, что вот сама цифровая подпись и тот оператор, который выпустил вам эту цифровую подпись, удостоверяющий центр, он не обязательно совпадает с тем сервисом, который вы будете использовать. Но возможно, что это будет требованием. То есть, допустим, о чем я говорю, допустим, Диадок, насколько мне известно, он требует, чтобы подпись была выпущена именно их удостоверяющим центром. У 1С такого требования нет. Но это опять вопрос к тому, что необходимо заранее все-таки изучить. Есть вопрос на этапе прописывания своих процессов, изучить все-таки, как вы и какими средствами будете автоматизировать, чтобы вот тут не возникло такого, чтобы вы выпустили ЕЦП, а ваш сервис, который вы выбрали, этот ЕЦП не хочет принимать. Но в данном случае, если мы говорим про 1С, то 1С, механизмы 1С, они принимают сертификаты любые стандартные, любых удостоверяющих центров, которые отвечают требованиям закона. Итак, настраиваем, делаем все настройки в своей системе, в которой мы будем работать. Далее мы устанавливаем контакт для передачи документов с нашими контрагентами. Можно, опять же, аналогию провести, вот когда вы там зарегистрировались в соцсети, в вашей одной страничке недостаточно. Вы обычно там отправляете, добавляете в друзья, отправляете приглашение своим, как это сказать, не контрагентам, но друзьям в сети. А здесь это контрагенты. То есть им также отправляется приглашение для обмена электронными документами. Если они его принимают, то, соответственно, вы уже далее там сможете обмениваться документами, делать, обмениваться и использовать полностью функционал электронного документа оборота. Ну и, конечно же, вам нужно будет иметь интернет, выход в интернет, и все соответствующие настройки, чтобы настройки безопасности в вашей системе, в вашей программе, они позволяли обмениваться электронными документами. Такое, что тоже бывает, когда крупные предприятия, когда серьезная политика безопасности, бывает проблема именно с настройками, нужно это учитывать. Есть и в этом нюансы. Так, идем далее. Переходим плавно к тому, что у нас, какие возможности у нас есть в 1С, 1С у нас, ну, в чем плюс 1С? Если вы, допустим, используете какой-то стараний сервис, Диадокс, БИС, там есть, ну, популярный сервис, наверное, максимальный, который сейчас, их, ну, можно использовать, есть специальные инструменты, и как обмена между системами 1С и внешней системой, вот, электронного документа оборота, и можно встраивать в структуру 1С некоторые механизмы. То есть есть много вариантов, но суть в том, что это все равно, ну, как бы, чужеродный организм для 1С. Поэтому инструмент 1С, он является, ну, как ваша рука или нога. То есть это часть 1С, просто вы можете использовать этот механизм, а можете не использовать. Он максимально адаптирован ко всем процессам учета, которые вы ведете в 1С. А, наверное, больше 90% организаций уже все-таки ведут в какой-то мере учет в 1С. И поэтому логично его тоже, ну, рассматривать все-таки как вариант. При этом в средства электронного документа оборота в 1С поддерживают, ну, все необходимое, что вам нужно делать, все действия, которые необходимо производить с электронными документами. Это формирование, отправка электронных документов. То есть вы можете прямо из документов, которые находятся у вас в 1С, из сущности, и сразу их и отправлять вашим контрагентам, подписывать электронную подпись и отправлять. И точно так же получать и сразу встраивать. Получили вы УПД от вашего поставщика, и можете его сразу преобразовать, писать, преобразовать в свой документ поступления и производить уже дальше действия. То есть там ручной труд, он минимизируется. Вот. Существует, ну, все действия там получить, отклонить, отправить своему контрагенту обратную связь, если там что-то не устраивает на корректировку. Вот мы сейчас с вами рассмотрим, что, в принципе, есть. Вот. Есть... Есть важные, полезные инструменты. Сейчас я прямо тогда покажу вам их в 1С. Какие у нас есть инструменты для работы с ИДО в 1С. Так, сейчас я переподключусь на программу. Секундочку. Есть вот у нас такой момент переподключения. Я делюсь сейчас своим рабочим столом. Напишите мне слово «Видно», если вы видите мою программу 1С. Смотреть будем на управление торговлей и учебной версии. Полностью процесс настройки электронного документа оборота мы сегодня смотреть с вами не будем. Мы посмотрим основные возможности, какие в программе, в принципе, предусмотрены, что есть. По настройке это будет отдельный уже вебинар, потому что это очень объемная тема. И там уже, наверное, все-таки больше для технических специалистов технические моменты важны. Я сейчас покажу, что в принципе есть для настройки электронного документа оборота. То есть вот у нас пункт НСИИ и администрирование, обмен электронными документами. Вот то, что мы можем с помощью этого делать. То есть мы можем загружать сертификаты. Сертификаты у нас могут быть уже имеющиеся. Как мы говорили, то есть есть сертификат электронной цифровой подписи. Мы можем взять эту цифровую подпись, уже имеющуюся, если она отвечает стандартам федерального закона по электронно-цифровым подписям. И можем ее использовать. Либо если у нас нет сертификата, мы можем прямо из 1С направить заявление на выпуск сертификата электронной цифровой подписи. Но при этом следует учитывать, что все делается в соответствии с законодательством. Поэтому вам все равно придется пройти процедуру. Процедуру, ну все соответствующие прописанные. То есть это идентификация личности, предоставление документов. И из программы можно отправить заявление на выпуск сертификата. Здесь у нас располагается, вот у меня пишет система, что у меня не установлен на компьютере. Вот как раз-таки тот криптопровайдер, о котором я говорила. Те криптопровайдеры это Випнет и Криптопро. Випнет это бесплатная программа, Криптопро это платная лицензия. Ну, пользователь уже обычно сам определяет, там все плюсы и минусы взвешивает, понимает, какая лицензия ему больше подходит. Вот. Ну, здесь уже дополнительные функции, которые тоже при настройке учитываются. Здесь же у нас обмен с банками. Директ банк настраивается. Почему он у нас здесь входит именно в этот функционал? Потому что здесь тоже необходимо, это же передача документов. и здесь тоже электронный документ оборот используется, функционал. Здесь вот происходит подключение к сервису. Идо, такском. Вот затрону вопрос, почему Идо и такском. 1С предусматривает вариативность, то есть через сам функционал Идо в 1С вы можете выбирать еще и оператора. Оператор это как курьер, который везет ваши документы от одного места в другое место. И в зависимости от того, какого вы оператора выберете, еще даже и здесь уже внутри 1С, казалось бы, уже столько этапов пройдено подготовительных, столько моментов вы поняли, но здесь тоже следует учитывать, что есть разные операторы и очень внимательно к этому подойти. Если финансовые составляющие примерно одинаковые, ну, она по сути одинаковая у 1С Идо, 1С TaxCom, то операторы все-таки это разные. Есть вот такая хитрость у TaxCom, допустим, есть дополнительный личный кабинет онлайн, где вы можете хранить, ну, где хранятся ваши переданные электронные документы. И, ну, вот этот вопрос тоже следует изучить. То есть помимо того, что они хранятся в 1С в архиве, они еще будут храниться на ресурсах TaxCom. Ну, можно это использовать. Допустим, в сервисе 1С Идо вот такой возможности нет. Следует этот вопрос изучить. Вот. Сами профили настроек Идо, они находятся вот у нас здесь. Почему важно, я покажу это. Профили может быть несколько. Допустим, у вас несколько юридических лиц. и вот здесь как раз-таки они и находятся. Вы же не одно, ну, не одна цифровая подпись у вас. Совершенно разные юридические сущности. И поэтому профили, они вот здесь как раз-таки все хранятся. Здесь вот можно создать, выбирать. Ну, вот, примерно сделаем TaxCom. И он просит подгрузить сертификат, просит указать вашу организацию. И у вас вот здесь генерится, получается, идентификатор участника обмена электронного документа оборота. То есть, когда мы взаимодействуем вот в этой системе со своими контрагентами, здесь как раз-таки мы взаимодействуем, видим друг друга. Вот как у вас определяется, допустим, в автомобиле есть ВИН номер, здесь есть идентификатор. И вот с помощью этого идентификатора пользователи друг друга видят. Так, мне кажется, я уже немного углубилась. В частности, тут же у нас есть настройки бизнес-сети, интеграция с кассой, но это уже немного другая тема. Ну, находится это все в разделе обмена электронными документами. Посмотрим то, чем пользуется пользователь. То есть, вот эти вот все настройки, они больше нужны техническому специалисту. И это используются при именно действиях с настройкой. Наверное, больше администратор с этим работает, редко дает это пользователям. Теперь мы смотрим, с чем работает пользователь. Это как раз-таки текущие дела и до. Текущие дела и до – это как ваша страница в социальной сети. То есть, то, где вы видите своих друзей, то, где вы видите, что вы им отправляли, сообщения, исходящие, входящие. Вот это видим мы. Ну, можно сравнить еще с электронной почтой. То есть, здесь достаточно интуитивный интерфейс. Входящие и все, что мы можем с ними делать, отразить в учете, утвердить, подписать, исправить, аннулировать, на контроле. То есть, все необходимые действия, которые делаются с входящими электронными документами. Раздел «Исходящие», когда мы отправляем документы. И «Приглашение». «Приглашение» – это те контрагенты, которых мы приглашаем, ждем согласия, либо к нам пришло приглашение, а мы должны с ним согласиться. Ну, вот, ну, либо принять там, либо отклонить. Вот, то есть, это все разложено по папочкам, чтобы обновить, нажимается кнопочка «Отправить-получить», либо можно настроить правила, то есть, у нас какой-то определенный интервал, у вас происходит обновление, и происходит отправка получения электронных документов. Так, возвращаемся. Что у нас еще есть? Вот то, о чем я говорила, произвольные документы у нас выделены. Я тогда на последнем пункте мы это оставлю, потому что у нас был вопрос по этой теме. Так, есть у нас настройки «ИДО», то есть, это где мы будем видеть вот наши организации, у нас же их может быть несколько, поэтому мы тут осуществляем выбор организации. Ну, вот в тестовой базе у нас все наши организации указаны. Контрагент наши, справочник контрагентов здесь же указан, и состояние соглашения, статус подключения. То есть, мы можем откликовать по статусам подключения и от состояния соглашения. Здесь же мы можем создавать новые настройки с контрагентом, отправлять отсюда им приглашения. Опять же, если мы используем определенный сервис, допустим, используем TaxCom, то у нас есть возможность через личный кабинет дополнительно отслеживать статус наших настроек электронного документа. И еще хотелось бы учесть, отдельно прям выделю, что в настоящий момент мы можем, ну, вот есть такое понятие, как roaming IDO. То есть, у нас вот TaxCom оператор, а у кого-то, допустим, с BIS. Вот механизм 1С-ного IDO, IDO в 1С позволяет отправлять приглашения пользователям большинства операторов прямо из программы 1С. То есть, это называется roaming, но вы за него ничего дополнительно не платите. Все стоит точно так же, как и своему же, ну, контрагенту со своим же оператором. При этом ваш контрагент, он использует услуги другого оператора. И в 1С реализовано, что система сама находит данные контрагента, с которым вы хотите настроить IDO, и настройка происходит прямо в личном кабинете. Ранее это была сложная процедура, не знаю, если кто-то сталкивался, то до двух недель было подключение контрагента с другим оператором. Там много выяснений, там с техподдержкой. Я как раз-таки на этом этапе этим занималась. Вот годы, наверное, 2-3 назад мы это начали делать, и это все было сложно. Теперь это гораздо проще. Так, возвращаемся. Архив IDO. Это то место, где у нас хранятся все документы. То есть, если у нас, допустим, запрашивают контролирующие органы, либо там какой-то другой причине нам нужен документ, мы как раз-таки вот тут можем отфильтровать, посмотреть по виду документа, состояние IDO, по ответственному, и можем посмотреть все документы, не распакованные, не отправленные, исходящие, входящие. Очень удобно рассматривать. Однозначно удобнее, чем заходить в бумажный архив и часами копаться. Вот. Так, ну и возвращаясь, у нас как раз-таки вопрос был по произвольным документам, регламентированным, не регламентированным. Вот там вопрос не помню уже, кто мне задавал, могу пролистать, чат посмотреть. Ну, в общем, я начну рассказывать, а вы мне, пожалуйста, конкретизируйте свой вопрос, что именно более подробно рассказать. Механизм даже работы регламентированных и нерекламентированных документов, он отличается. Вот, допустим, произвольные документы сейчас у нас ценится по работе с произвольными документами, входящие и исходящие. Входящие у нас будут просто перечни, то есть это файлики, которые нам приходят, ну, по сути, это картинки, PDF. Это не данные в таблицах, к ним, конечно, ну, приходится сопровождающие какие-то минимальные метаданные, то есть какой контрагент там отправил, на какую тему отправил, но эти данные, они не оформлены в единый какой-то формат, поэтому мы их читаем как просто описание, как сам документ, мы читаем как картинку, то есть глазами посмотрели, обработали, ну, допустим, у нас был такой вопрос, большой документ оборотом, договоры, именно договорная деятельность, и нужно было там, бывает отклоняешь договор, он приходит в другая версия, и нужно понять, что это именно этот договор. Вот стопроцентное сопоставление вам ни одна программа не сделает, то есть все равно есть погрешность на распознавание графической информации, приходит вам именно графическая информация, когда произвольный документ. Полное распознавание данных у нас может быть только, если документы рекламентированы. Что такое рекламентированный документ? Например, это форма которого и данные в котором у нас на законодательном уровне зафиксированы, и все организации пользуются именно этой формой, и данные приходят именно в этом формате. Ну, например, это формат УПД. Мы все с ними работаем, с УПД. То есть мы можем взять оттуда дату, суммы, номенклатуру, наименование, все данные, которые там есть, мы можем взять и переложить это в свою программу, преобразовать в свой документ поступления. Вот этим отличаются у нас произвольные документы и рекламентированные документы. Рекламентированный документ в программе я вам не покажу, отправку. Сейчас я вам на презентации покажу, потому что у нас настроек же нет в системе, поэтому у меня не получится показать в самой программе. Так. Вот сейчас, я думаю, видно. Так у нас выглядит вот отправка счет фактуры. То есть у нас появляется пункт меню и до возможность разворачивать, и мы можем просмотреть электронный документ, создать электронный документ, отправить, открыть и просмотреть все отправленные там существующие электронные документы, уже ранее созданные по этой сущности в 1С, и можем создать произвольный документ, то есть мы можем его выгрузить как картинку и отправить как картинку произвольным документом. При этом вытащить оттуда методанные наш контрагент уже не сможет. То есть он получит это как картину. Екатерина, скажите, ответила на ваш вопрос? Там вот в чате что-то напишите, если вы еще с нами. Так, пока вот... Вижу, вижу. Ну, так. Как обстоит ситуация с юридически незначимой? В первую очередь с заявками клиентов. Тут вопрос в чем? В каком, в какой форме вы хотите заявки клиентов получать и откуда вы хотите получать? Если вы хотите получать средства именно для электронного документа оборота, то заявка клиента это нерегламентированная форма и вы ее будете получать как картинку. То есть это либо ручная обработка любой документ, который приходит как произвольный и он нерегламентирован, то это либо ручная обработка, либо там средство распознавания, которое 100% гарантии не дает. Другое дело, что откуда вы их хотите получать? Допустим, если вы заявку клиентов хотите получать с сайта, то вы же их не как электронный документ оборот получаете. Это совсем другой обмен, это совсем другие механизмы. То есть тут мы говорим именно для того, чтобы придать юридическую значимость документа установку электронной подписи и с той стороны, как вам будут формировать этот документ. Средства с поставлением приходящей информации, то есть это уже вопрос, наверное, больше интеграции, а не электронного документа оборота, а тут уже отдельный вопрос. То есть если рассматривать интеграцию, это совсем другая тема. Так, подскажите насчет подписи. Насчет подписи, что именно? Есть механизмы, когда у вас хранится электронно-цифровая подпись на компьютере, то есть смотря, чем вы пользуетесь. Даже вот обычные, не знаю, подписи сейчас действительно на данный момент или нет, раньше нельзя было их использовать. Вот форма, где у вас располагается сама цифровая подпись, это уже зависит от того, как она выпущена. То есть это нужно нюансы смотреть. Использовать криптопрограмму можно любую, но вот там получается лицензия. Не у всех. Насколько я знаю, сейчас действующие криптопровайдеры это только криптопро и випнет. Для того, чтобы получить именно такую программу разрабатывать, она должна быть пройти лицензирование, очень серьезное. На действующий момент используется криптопро и випнет. Ну, тут выбор небольшой. Если вы хотите уточнить разницу между этими, допустим, программами, там плюсы-минусы, но в разных сервисах по-разному, допустим, когда мы честный знак подключали, а на первых порах випнет не работал. Ну, да, я вижу вопрос. Я думаю, что нет. Надо, конечно, поэкспериментировать, но мы ставим одно и то же. Мы ставим везде один криптопровайдер. Вот так вот мы не экспериментировали. Вижу вопрос, что вы хотите вас... Ну, в общем, надо проэкспериментировать. Такой вопрос, если хотите, можете дополнительно обратиться, но мы делаем один криптопровайдер. Ставим. Тут надо еще понять, для чего вам разные. Так, вопросики есть еще, потому что у нас по времени мы уже прям подходим к 12 часам. тайминг у нас достаточно строгий. Если есть вопросы, указывайте прям еще 5 минуточек. Мы можем задержаться, ну, либо там ответить позже. Наши специалисты могут связаться с вами. Будут ли это документы... Можно получать и отправлять из нескольких баз. Будут ли это... Часть документов подписывать в одном базе? Часть... Ну, я так понимаю, у вас... Макс, я так вижу. Я так понимаю, у вас достаточно сложная система. Пользователи в разных местах находятся, разные криптопровайдеры у них, и вы хотите еще каким-то образом синхронизировать документы между собой. Я все-таки предлагаю тогда в частном порядке рассмотреть вашу ситуацию, возможно, провести какую-то встречу, именно чтобы в ваш процесс погрузиться. Ну, встреча может быть как бы ознакомительная. Это вот хороший вопрос для обсуждения, потому что тут вот несколько прям сразу вопросов. Сходу не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Вот. Если есть возможность, вот на следующем слайде... Сейчас я ставлю контакты наши, чтобы с нами связаться. Вот. И мы уже там, менеджер с вами отдельно свяжется, и прям по вашей ситуации полностью разберем ваши вопросы. Вот как участнику вебинара консультация, она будет бесплатная. Встречу проведем тоже в рамках продолжения вебинара. Хотелось бы еще сказать по поводу стоимости использования сервиса 1С. Если вы являетесь пользователем программы профверсии, то у вас есть либо ИТС, либо проф, либо техно. Если у вас техно, то у вас 50 документов в месяц входят в ваш тарифный план на отправку. Если у вас проф, то 100 пакетов документов на отправку у вас входят в тарифный план. Причем в профверсии у вас есть еще, получается, две, как минимум, подписи. Это 1С подпись, лицензия, и лицензия из 1С отчетности. То есть вы можете без дополнительных оплат выпустить две лицензии. Не все об этом знают. Сейчас об этом проговариваю. Дополнительный объем уже можно приобретать. Вот есть стандартные тарифные планы. Тут уже нужно смотреть от вашего объема, какие у вас программные продукты, где-то, возможно, особые условия сделать вам. Поэтому, если вы планируете автоматизировать свои документы обороты, сделать его электронным, то неплохо было бы рассмотреть все варианты, и в том числе и внутренние механизмы 1С. Так, Макс, тогда от вас ждем. Максим. Так, это, наверное, уже еще одно сообщение. От вас ждем дополнительно запросы к нам по нашим контактам и проведения встречи. Вам обещаем, гарантируем. Вот, коллеги, всех остальных благодарю за внимание. за активность, за вопросы. Так, вижу. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания.